Прийти к финишу первым Гонка вышла, 28 участников Это на стадионе было, да? Да, в самом центре города Засечка нормально отрабатывала этот трасс? Хорошо Круто, жаль мы туда не поехали Да, трасса была очень скоростная, маневренная Привет! 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 Как вас зовут, ребята? Что будете сегодня нам рассказывать? А может быть что-то интересное покажет? Я Артем Я Виктор Я Дмитрий И сегодня мы вам расскажем и, возможно, покажем, что такое дронрейсинг Дронрейсинг – это необычный спорт Это очень техническое увлечение В первую очередь он требует знания технической части Для этого необходим английский уровень, хороший, чтобы был Потому что все спецификации и мануалы все на английском языке Потому что это все из Китая Этот спорт набирает свою популярность в течение двух последних лет очень быстро И большое количество пилотов появляется с каждым годом Все собирается руками, покупается отдельно запчасти Все собирается, тестируется, спаивается и модифицируется Все тоже руками Никаких техников у нас нет Конечно, это увлечение не из дешевых Но если сравнивать и другие технические виды хобби То оно относительно недорогое получается Назови три причины становиться дронрейсером Это увлекательно, это полезные навыки И третья причина – это современно Это очень интересно, это дух соперничества, очень весело Первая причина – это весело Вторая причина – это адреналин Третья причина – это творчество Любой человек должен проявить себя творчески Я думаю, что это был конец 2015 года Когда появились первые видео с гоночных дронов И мы посмотрели, нас это просто поразило И мы начали увлекаться Меня поразила динамика, меня поразила скорость Меня поразил вид, вид первого лица Я начал заниматься с 2014 года Когда только появились первые игрушки-квадрокоптеры Мне это стало интересно Я купил один, разломал, конечно, через два дня И захотелось чего-то большего По размеру, по скорости И я понял, что надо двигаться в направлении коптеров собственной сборки Я стал заказывать детали с Китая С различных сайтов, всем известных И происходила вся эта сборка Совершенно без какой-то базы познания Всей технической части Просто собирал как есть И потом пытался их запустить И даже что-то летало Мне нравится этим заниматься По нескольким причинам Первое из них Это, конечно же, то незабываемое ощущение полета на коптере С помощью видео очков Это непередаваемое ощущение Полета как птицы И в то же время мне нравится Техническая часть сборки нового коптера Сборки новых аппаратов Тестирование новых деталей Преодоление различных конфигурационных сложностей Это тоже для меня интересно Изначально я занимался просто авиамоделированием То есть это были самолетики В самом детстве я мастерил эти планеры Всякие из бумаги, палок Но тогда не было, скажем так, материальной базы Достаточно хорошей и серьезной Чтобы заниматься этим профессионально Да и кружки были переполнены, авиамодельные И как-то я 4 года назад где-то Увидел в интернете ролик Как французские парни в лесу летают на дронах И в этих очках И видят они как это все прямо от первого лица Как прямо звездные войны какие-то Меня это очень поразило, но я так думаю Это же наверное очень сложно Не, я это не осилю А потом буквально где-то месяца через 3 Я уже построил свой первый дрон Летал, летал Потом на форуме Кто-то мне постучался в личку Говорят, мы тут видим, ты летаешь Давай вместе летать, познакомься, приезжай И вот так я познакомился с парнями Которые в моей сейчас команде Мы летали уже потом вместе Уже строили какие-то там препятствия, ворота Скорость увеличивалась Для того, чтобы заниматься этим хобби Изначально нужно купить аппаратуру управления Надо учиться Учиться нужно в симуляторе Практически все современные аппаратуры Подключаются к компьютеру через USB-порт И можно запускать на компьютере Симулятор полетов, самолетов, великоптеров И учиться летать сначала в виртуальном мире Скажем так, виртуальным коптером управлять Аппаратуры бывают разных типов Также они имеют разную форму слегка И разное расположение элементов управления Поэтому человек перед тем, как купить аппаратуру Должен их подержать в руках Чтобы им было удобно Следующий шаг Это постройка или покупка самого дрона Тот, кто начинает Я очень советую собрать самому Пускай это будет долго Пускай это будет сложно Но тем не менее Если ты сам соберешь свой первый дрон Ты будешь знать, как он устроен Потом уже, если ты научился Более-менее держать коптер в воздухе Он тебе висит и никуда не улетает Потом уже можно покупать Самую интересную часть хобби Это очки На дроне стоит камера И стоит видеопередатчик с антенной Он передает по радиоканалу Видеосигнал на очки И человек видит буквально то, что Видит коптер прямо с борта Как будто он там сидит Сейчас мы поставим несколько элементов трассы И будем тренироваться Вот этот флажок мы сейчас поставим вот тут А ворота поставим там чуть-чуть дальше И будет такая маленькая трасса Мы тренируемся с командой Если это сезон Если это соревнования То мы тренируемся Минимум раз в неделю Это обязательное условие Чтобы не забывать Как двигать руками Чтобы не забывать Как должны работать пальцы Чтобы эта вся микромоторика Не забывалась Чтобы все движения Полеты Все преодоления Ворот Других флагов Элементов Все это было на мышечном уровне Чтобы об этом даже не задумываться Это очень важно Потому что когда идет гонка Это на очень большой скорости полет И думать времени нет Тут идет уже мышечная память И какое-то подсознательное управление Сначала у меня был один основной коптер Я на нем тренировался Пытался летать Но понял, что это не самая подходящая модель И дальше я начал пробовать И экспериментировать с размерами коптеров С размерами комплектующих И в итоге Я даже сбился со счета Сколько у меня коптеров Я не знаю их точное количество Но точно больше пяти Может в районе десяти Больше всего времени Я потратил на свой первый коптер Естественно Потому что информации Перелопатить надо было очень много И сам процесс сборки Был такой итеративный И очень много раз все переделывалось Доделывалось, менялись части Потому что позже приходит осознание того Что ты что-то не то использовал Оно не подходит И очень занимало это много времени А сейчас, в принципе Если задаться целью построить себе новый коптер То, естественно Если все запчасти уже переехали Постройка занимает где-то один-два вечера Трассы бывают разные Бывают на открытом воздухе Бывают в помещениях Как правило, это футбольные поля Которые специально оборудуют элементами Есть обструкции, ворота, флаги Всевозможные квадраты, кубы И пилотам нужно преодолеть эту трассу На максимальной скорости Правильно проходить эти элементы И в то же время Они должны бороться с друг другом Сначала самое сложное, что было Это, наверное, сложное для всех Для каждого новичка Это большой объем технической информации Во всем надо разбираться Все на английском языке Но благо есть интернет Благо есть форумы Можно всегда спросить совета Всегда узнать, как это правильно сделать Чего не надо делать Рекомендации Я начинал с самолетов Самолеты летают немножко Ну немножко, я бы сказал Совсем по другому принципу И управлять коптером Надо совсем по-другому То есть вся моя моторика Которая была наработана Для полетов на моделях самолетов Она не годилась И было очень сложно изначально Летать на коптере Потому что там все по-другому А также было это сложно Еще с той точки зрения Что если ты ошибаешься То коптер, как правило, падает Куда-то улетает Разбивается И это все, скажем так Затягивается И выливается в копеечку Но когда я начал участвовать В соревнованиях Там уже появилась новая сложность Оказывается, что на соревнованиях Еще люди нервничают И не только ты, а и другие И это психологическая уже сложность Ты умеешь управлять Ты знаешь Ты в свободное время летаешь Спокойно, все классно Когда ты стоишь на старте Идет обратный отсчет У тебя начинается выброс адреналина Руки трясутся И для многих это реально проблема Я тоже поначалу испытывал этот мандраж На данный момент существует Несколько дисциплин Это FPV Drone Racing Где нужно пилотам бороться С друг другом И на максимальной скорости Преодолеть трассу Также есть соревнования По фристайлу В 2016 году Мы провели первый отборочный этап На чемпионат Европы Мы собрали сборную И отправили ребят В Испанию На остров Ибица Где был первый еврокубок И буквально через месяц Тоже перед этим Проведя отборочные соревнования Мы поехали на чемпионат мира Который проходил На Гавайских островах Мы вошли в топ-100 лучших пилотов планеты Всегда поехать за границу Это интересно Это новые люди Это новые впечатления Помимо дронрейсинга Также понимаешь Что заграничные пилоты Они такие же пилоты, как мы Просто язык другой Тот же фан Те же дружеские отношения Между людьми И так же делимся опытом На данном этапе Я даже не задумываюсь Сколько этим еще буду заниматься И когда мне надоест этим заниматься Я просто этим занимаюсь И получаю удовольствие Спорт развивается и растет Количество участников Все больше и больше А дронрейсинг Твоя семья только увеличивается Существует ли какой-то комьюнити Украинских дронрейсеров? Да, у нас одно из самых больших комьюнити В странах Восточной Европы Мы очень динамично развиваемся Этому спорту всего три года И мы за три года уже достигли очень многого Поддерживаете ли вы связь с европейскими спортсменами? Ну не только я поддерживаю Ребята, которые себя хорошо проявили на соревнованиях Ездили в Европу и в Америку на соревнования И познакомились с иностранными спортсменами И дружат до сих пор Общаются благодаря интернету Как Дима говорил У нас комьюнити большое И нас уважают Дронрейсинг это клево Всем советуешь? Это классный, техничный Очень захватывающий И обязательно всем советую Были рады знакомству И надеюсь вам понравилось Пока Пока Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok